Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Львов тронулся. Из города наконец начали вывозить мусор. Решена ли проблема с отходами окончательно? Как в сухую землю? Сколько еще денег будет вложено в европейский вал? Язык мой враг мой. Почему американские спецслужбы заинтересовались Джонни Деппом? Свершилось. Из Львова все же начали вывозить мусор. Коммунальщики работали весь день, всю ночь. Им удалось очистить около третьей переполненных площадок. Что повлияло на ситуацию? Голодовка депутатов, возвращение президента в страну или какие-либо иные факторы мы узнаем у Галины Якушко. Она сейчас находится во Львове и с нами на прямой связи. Галя, добрый вечер. Расскажи, какие перспективы того, что мусорная проблема действительно решена? Добрый вечер, Наташа. 13 тысяч тонн. Именно столько мусора скопилось во Львове на вечер четверга. Городские власти не вывозили отходы больше месяца. Половина контейнерных площадок была переполнена. В областной администрации разработали план по вывозу мусора из города. 140 тонн убрали вчера. Их вывезли на маленькие полигоны в области. Еще 60 переполненных площадок убрали сегодня. Столько же планируют вывезти и завтра. В городской я еще не видела, что вывезут. Но говорят, что вывозят. Мне кажется, что начали вывозить. После того, как мы видели, то работали с службой. Мы надеемся, что вывезут чем-то быстрее. А то с этими бактериями тоже на здоровье шкодит. Тем временем львовский мэр Андрей Садовой прибыл в Киев к администрации президента. Там он объявил о завтрашнем вече во Львове, куда пригласил всех жителей города. Присутствовать на вече будут и его коллеги по партии Олег Березюк и Тарас Пастух, которые, посовещавшись, решили все же прекратить голодовку возле администрации президента. Березюк при этом заявил, почувствовал себя за эти 6 дней более полезным, чем за 2,5 года в парламенте. Мы сейчас будем больше подробнее Львову, который завтра собирается на вече. Для того, чтобы быть там, в Львов сегодня, должен сказать свое слово. Тут, по большому раку, нет такого говорить. Спасибо вам. Мы решили, что мы сегодня с Тарасом закончим этот непростой шлях, но начнем этот шлях от влады до своих домов. А вот его коллеги Оксаны Сыроид, напротив, во Львове, скорее всего, не будет. Ее госпитализировали. У вице-спикера в результате голодовки упал уровень сахара в крови. Добавлю, вчера мэр Андрей Садовой принял решение передать полномочия по вывозу отходов из Львова областным чиновникам. Правда, за такое решение еще должны проголосовать депутаты Львовского городского совета. Спасибо, Галя. Галина Якушко была с нами на связи из Львова. Сегодня в столице Шевченковский суд избирал меру пресечения Игорю Гужве, главному редактору интернет-издания «Страна Юэй». Я напомню, его подозревают в вымогательстве у народного депутата от радикальной партии Дмитрия Ленько 10 тысяч долларов за якобы неразмещение на данном ресурсе компрометирующих материалов. Как прошло заседание и есть ли решение суда, узнаем у Павлина Василенко. Первым выбирают меру пресечения Антону Филипковскому, которого подозревают в сообщничестве с Игорем Гужвой. Обвинение еще вчера просило о содержании под стражей, а сегодня смягчилось и просит о домашнем аресте, ведь Филипковский сотрудничает со следствием. Он вымогает все виды прокуратуры. На данный час уже так. Он помогал 20 тысяч долларов, он помогал 50 тысяч долларов. Спильно служим. Еще вчера милиция и прокуратура просили для него содержание под стражей, ведь это он брал деньги у радикалов, по мнению милиции. Это он вел какие-то торги и переговоры, это он о чем-то договорился и куда-то носил какие-то пакеты. По мнению нашей полиции, дело публично развалилось. Сам Филипковский что-либо комментировать отказывается. Его отправляют в Харьков по месту прописки под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. Потом в зал заводят Игоря Гужву. Обвинение за содержание под стражей, либо за выход под залог в 3 миллиона 200 тысяч гривен. Подозревают, Гужва может влиять на свидетелей, или уничтожить улики, или просто сбежать. При особенных личах Гужвы были выявлены червовые квитки на плитах, квитки на котях, на имя Гужвы. Защита вообще оспаривает доказательства обвинения. Мол, в документах нет подтверждения разговоров Гужвы с адвокатом Линьком, а значит и дела нет. Если вот это все прочитать, вот это унилая такая. Унилую историю мучений подозрева Малиньком. То основное лицо там вообще Филипповский. Переговоры вел, деньги носил, с волосчиком встречался, протоколировался, куда-то ходил. Гужва вообще, про него там ничего нет. Сам Игорь Гужва говорит, знает Филипповского с января этого года. Их познакомил общий друг. И именно на Филипповского, по словам Гужвы, вышли люди из радикальной партии и предлагали деньги, чтобы материалы не появлялись на сайте. К нему обратились представители радикальной партии «Ляшко», которые вышли с предложением заплатить мне деньги для того, чтобы я снял материалы, которые мне нравятся в радикальной партии с сайта «Страна Линь». Зал награждение. Речь была, в частности, о материале про поездку «Ляшко» в Таиланд вместе со Сленком и еще о ряде других материалов. Я из профессионального интереса поддержал этот разговор, чтобы узнать о рационах, которые существуют на этом рынке и предложения от радикальной партии. Были озвучены следующие цифры. За то, чтобы страна Линьвей не писала ничего плохого о радикальной партии, до конца года мне были готовы заплатить 100 тысяч долларов. После часа в совещательной комнате вердикт судьи – содержание под стражей или 544 тысячи гривен залога, что в 6 раз меньше суммы, которую просила обвинение. Прокурора полегала на значительно большем размере заставы, около 3 миллиона. У прокуратуры есть 5 дней для того, чтобы внести апелляцию на вказанное решение. Адвокаты Игоря Гужвы уверяют – деньги на залог найдут уже в ближайшее время. Павлина Василенко, Богдан Вербицкий. Подробности – телеканал «Интер». Накануне неизвестные представившиеся сотрудниками СБУ провели обыск на предприятие «Валки-Эльминит» в городе Иршанск Житомирской области. По словам очевидцев, пятеро в масках с оружием, не предъявив ордер, ворвались в здание и начали проверку документов. Работники комбината при этом не смогли покинуть помещение до полуночи, пока силовики не прекратили свои действия. Сотрудники предприятия сообщили о том, что во время проверки правоохранители изъяли часть документов, однако какие-то конкретные бумаги они не сообщают. Забежали неизвестные в масках, представились с сотрудниками СБУ, за ними зашли гражданские, представились с сотрудниками прокуратуры автономной республики Крым. Не дождавшись директора, начали проводить обыск. Людям запрещают перемещаться по территории, разговаривать по телефонам. Директор сейчас на стационар, лег, поднялась, сильно давление, забрала скорая помощь. Еще полмиллиарда гривен планируют замуровать в стену на украинско-российской границе в этом году. И это только на Харьковском участке, где месяц назад отчитались, что все готово. Сегодня открыли новый отдел пограничной службы Тополи. Административное помещение, 8 квартир и оснащение 40 километров границы обошлись почти в 90 миллионов гривен. Новый отдел пограничной службы Тополи. На мониторах в центре управления службы просматриваются 40 километров украинско-российской границы. На мониторах выводится изображение с левого, с правого фланга, какого вид пункта пропуска Пески автомобильного, а также изображение автомобильного пункта пропуска Пески. Этот отдел сегодня открыли в рамках программы инженерно-технического укрепления украинской российской границы. Кроме служебных помещений, семейным отличившимся пограничникам выделили 8 квартир. Уже крыша над головой, самое главное. В Купенске живем, здесь 70 километров отсюда. От подразделения добираемся электричкой, потом автобусом. Инспектировать новое подразделение прилетели секретарец НБО и глава МВД. Говорят, с борта вертолета хорошо рассмотрели стену на границе. Я смогу видеть зооквартиру нацяженные кордоны нашей Большойщины. Хочу сказать, что некоторые позиции уже обладнаны, и это сделано достаточно надежно. створены этики, рубежи, которые имеют и технический, и силовый заказ. Закромно, очень быстро мы видим боевые опорные пункты на кордоне. Месяц назад глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко поспешил заявить, проект «Стена» в Харьковской области завершен, работы выполнены. Сегодня же министр Аваков уточнил, в Харьковский участок нужно вложить еще полмиллиарда. В этом году поставлена задача, и пограничники готовы ее выполнить, для того, чтобы весь Харьковский участок границы полностью перекрыли проектом «Европейский вал». Для этого будут использоваться средства, выделенные в этом году, порядка 200 миллионов гривен, и проектом корректировки бюджета, который позавчера утвердил парламент, дополнительно предполагается еще 300 миллионов. Правда, из уже запланированных 200 миллионов в этом году пограничники за 5,5 месяцев этого года смогли освоить лишь шестую часть. По делянке Харьковского захода, если брать по Риву-Вал, то на 86% работы выполнены, по ракадным дорогам выполнены на 55%, металлевое огорожение выполнено уже на 67%. Обладать необходимо еще 23 опорных пункта на 5 человек, это билеми снесения службы. Если в этом году на Харьковском участке успеют замуровать в стену еще полмиллиарда гривен, то в следующем переместятся уже в Луганскую и Сумскую области. А вот о Черниговском участке границы, где через фирмы посредники вывели почти 2 миллиона гривен, министр пока молчит. Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Граждане России смогут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам. Такую норму готовит украинское правительство. А пока за эту неделю сотрудники погранслужбы должны подсчитать, сколько оборудования необходимо установить на контрольно-пропускных пунктах. Как сообщил сегодня секретарь СНБ Александр Тручинов, въезд по биометрическим паспортам – это временная мера до введения визового режима с Российской Федерацией. Кроме паспорта у россиян могут попросить отпечатки пальцев либо скан сетчатки глаза. Если же у гражданина РФ при себе паспорта биометрического не окажется, то во въезде в Украину ему откажут. Те, что у многих россиян нема биометричных паспортів – это их питание. Нехай их собі замовляють. Ми повинні надійно захищати кордон і чітко індентификати будь-кого, хто цей кордон перетинає. В першу чергу з країни-агресор. А я дуже сподіваюся, що і визовий режим буде с'часом введений. Сьогоднішнього дня і до 31 августа на фронте об'явлено так называє «хлебна» ілі урожайна перемиря. Таковы результаты договоренностей трехсторонній групи в Минскі. Однак, по сути, нічого пока не змінилось. Ми несем потери. Двое погибших українських бойців, двое раненых за минувшие сутки. Все подробности узнаем от Геннадія Вивденка. За три роки коли-то елітний поселок Пески на в'їзді в Донецк превратився в руїны. Здесь осталось чуть більше десятка жителів. За ці сутки несколько обстрілів на вулицах. І зараз слышно булемітні очереди. Дуже неспокійно тут, як завжди і було. Снайпер не дає спокою. Снайпер не один, робить з різних позицій. Так як вони тут вже давно стоять, то всі ціли у них пристріляні. І вони всі позиції наші походу знають. Тому що працюють плотно. Снайпери, знаючи приблизно наші позиції, працюють іменно по позиціям, намагаються засіхти наших спостерігачів, працюють по спостерігачам, по спостеріжним пунктам. Українські бойці здесь опитні, прошедші гарніла війни з самого початку, і притом здержані. Подавляють позиції противника, коли його пулеметчики становяться особливо наглими. Ми поки що не відповідаємо. Доповідаємо на гору. Виписуємо війни віточки. По ситуації працюємо. Заморожений конфлікт відбувається. Ночі війни пережили минометні обстріли з орудії 82-го калібра. Потім, як повелось, приїхали бойові машини піхоти і окупантів. Найбільше нас турбує це БМП-1. Пушка гром 73 міліметра. Вона нас добре так пресує. Ми скріпя зубами не відповідаємо. Тільки доповідаємо на гору. Ну, так от неприємно, дороги. С той сторони работають професіоналі, уверенні бойці. Передвігатися по цій уліці їм приходиться крайне осторожно. Але воені, кажуть, не отступить ни на шаг. Відь це стальна кріпість України. Іменно так часто називають піски. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробності телеканал «Интер» із Донецької області. МИД України направив в Росію ноту протеста. Це реакція на сьогоднішній визит Владимира Путина в оккупірованний Крым. Об цьому сообщають в пресс-службі ведомства. Несогласованні с українською властью поїздки на полуостров в Министерстве назвали грубым нарушением государственного суверенитета і територіальної цілісності України. А також обвинили РФ в циничному і демонстративному пренебреженні міжнародним правом. Китай і США договорились совместними усілиями создати в Северной Коріі безядерну зону. Об цьому сообщає китайське інформаційне агентство Сейхуа. Соглашення сторони подписали в ході переговорів в Вашингтоні. В документі говориться о том, що разорження КНДР должно быть полним і необратимимим. Госсекретарь США Рекс Тилерсон заявив, що сторони також заговорились усілить економічне і політичне давлення на Пхеньян. Люди, які удивили Америку, що вияснили соціологи о рейтинге Дональда Трампа. І після чого Джонні Деппу пришлось иметь дело с американськими спецслужбами. Подробні Дмитрия Нопченко він в Вашингтоні. Він не подавав виду, що расстроен, але соціологи приносили Дональду Трампу только плохі новини. С момента прихода в Белий дом кожний опрос того же інститута Гэллопа показував його рейтинг одобрення все ниже. К середні мая так і вовсе упал до антирекорда 38%. Но сейчас соціологи удивили і президента, і Америку. Свежий срез общественного мнения заказанной газетой Де Хилл продемонстрировал, рейтинг вырос. Почти каждый второй, 48% опрошенных, сейчас одобряє деятельність Трампа. 52% американцев його роботи недовольні. О причинах теперь будут гадать многочисленні эксперты, но Белий дом тенденция радует. Мол, теперь не все, что делает Дональд Трамп, страна воспринимает в штыки. Ложкой дегтя стал разве что очередной скандал. На сей раз с Джонни Деппом. Журнал People опубликовал сегодня покаянное заявление актера. Мол, был неправ, погорячился. Свою шутку о Трампе он назвал признаком дурного тона. И заявил журналу, все получилось не так, как я планировал. И у меня нет злого умысла. Странная шутка прозвучала два дня назад в Британии на презентации фильма «Распутник». Депп Йорничай решил пригласить на сцену Дональда Трампа. Но затем шутка зашла еще дальше. Мол, хочет сделать признание. То, что скоро случится, попадет в прессу. И это будет ужасно. Когда в последний раз актер убивал президента? Хочу прояснить, я не актер, я зарабатываю на жизнь обманов. Однако это длится уже долго. Может быть, настало время? Неудачная шутка спровоцировала море лайков от тех, кто Трампа недолюбливает и пристальный интерес к самому актеру со стороны Secret Service службы безопасности американского президента. Ведь они по закону обязаны реагировать на любые, даже голословные заявления о возможном убийстве главы государства. От кого бы они не исходили. Тем более, что и прецедент был. Каждый американский школьник учил на уроках истории, что президент Линкольн был убит как раз актером Джоном Бутом. Скандал разразился неимоверный. Дошло и до комментария Трампа, опросов на брифинге пресс-секретаря Белого дома. В итоге актер сделал себе отличную рекламу. Но, похоже, приобрел в лице главы государства личного врага. Ведь тех его коллег по Голливуду, которые в ходе кампании поддерживали Клинтон, новая администрация, мягко говоря, теперь не жалует. Но и сторонников республиканцев эта история мобилизировала. Ведь неумная критика, а ее в Штатах тоже хватает, зачастую приводит только к тому, что у жертвы нападок подрастает рейтинг. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И о том, как прошла встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом, как это общение оценивает сам глава государства, ответы на все эти вопросы вы узнаете из первых уст уже завтра. Не пропустите интервью с президентом Украины в нашем эфире. Страны Персидского залива, объявившие в начале месяца о блокаде Катара, озвучили свои претензии. В основном они касаются отношений с Ираном и террористическими организациями. Собирается ли ДОХА выполнять эти условия? Узнаем от Сергея Ауслендера. Блокада Катара продолжается уже почти три недели. Я напомню, 5 июня страны Персидского залива разорвали дипотношения с этой страной и вели полную морскую и сухопутную блокаду Катара. Гражданам Объединенных Арабских Эмиратов в Саудовской Аравии, Бахрейна, Мальдив и других государств предписано немедленно покинуть территорию Катара. Поводом для столь жесткого решения стала речь Эмира этой страны, который призвал помириться с Ираном. Страны Персидского залива именно Тегеран рассматривают как главного экспортера терроризма в регионе и Катар считается в этом деле его главным союзником. Вообще, инициатором этого решения принято рассматривать Дональда Трампа, американского президента, который перед этим как раз побывал в Саудовской Аравии. Однако, Соединенные Штаты делают вид, что к блокаде не имеют никакого отношения. Более того, призывают враждующие стороны сесть за стол переговоров, а страны Персидского залива наконец-то озвучить свои претензии. Прошло уже немало времени с момента введения эмбарго и мы озадачены тем, что государства Персидского залива не опубликовали подробности в отношении Катара. Чем больше проходит времени, тем больше сомнений возникает целесообразность действий, предпринятых Саудовской Аравией и ОАЭ. На данный момент у нас остается один простой вопрос. Действительно ли эти действия продиктованы опасениями относительно якобы поддержки терроризма со стороны Катара или связаны с давними спорами между Эмиратом и странами Персидского залива? Не успели эти слова прозвучать, как те самые страны Персидского залива опубликовали список условий, после которых эмбарго может быть снято. ДОХА должна немедленно разорвать дипотношения с Тегераном, прекратить работу турецкой военной базы на своей территории и прекратить вещание спутникового телеканала Аль-Джазира, которое в Персидском заливе принято считать главным рупором терроризма. Еще речь идет о денежной компенсации, пока ее сумма не называется. Кроме того, Катар должен прервать всякие отношения с радикальной группировкой братья-мусульмане. Есть и другие условия, которые не прописаны, не были опубликованы. В частности, источники в Саудовском правительстве сообщают, что ДОХА должна немедленно прекратить всякие контакты с различными террористическими организациями, например, Хизбалой, Аль-Каида и Исламским государством. На все это властям страны дали 10 дней. В Катаре называют эти условия нереалистичными, выполнять их отказываются и призывают пересмотреть список. Из-за эмбарго в Катаре начались перебои с водой и продовольствием. Известно, что маленькое государство их практически не производит и получает от своих соседей, с которыми сейчас, собственно, все отношения прерваны. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Масштабная эвакуация в Лондоне в срочном порядке. Прямо посреди ночи жители пяти многоэтажек заставили покинуть свои квартиры. Здания эти не прошли проверку на пожаробезопасность. Ее провели после трагедии в Генфилд Тауэр, которая унесла жизни 79 человек. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. На улице уже темнело, когда прозвучал призыв к полной эвакуации. Людей попросили собрать самое необходимое и срочно покинуть здание. Но поскольку там более 800 квартир некоторых жильцов новость настигла уже за полночь. Это было как гром среди ясного неба. В два часа ночи мы стали собираться в панике, хватали все, что под руками было. И когда сможем вернуться, даже не представляем. Решение об эвакуации власти приняли после проверки на пожаробезопасность. Оказалось, что облицовка этих пяти высотных домов на севере Лондона точно такая же, что использовалась в многоэтажке Гренфилд Тауэр. Там полторы недели назад во время пожара погибли 79 человек. Полиция подтвердила, что причиной трагедии стало возгорание холодильника, а внешняя отделка дома только способствовала быстрому распространению огня. Пожарная служба сообщила мне, что не может гарантировать безопасность жильцов в этих домах. И проблема не только в облицовке зданий, но и в газоизоляции. И мне пришлось принять это сложное решение, отселить людей на время срочного ремонта. Я понимаю, что это сложно, но после пожара в Гренфилд Тауэр мы не можем рисковать жизнями жильцов. Людей попросили переехать к родственникам и друзьям, остальным предложили номера в отелях и муниципальных домах отдыха. Пообещали, что работы по замене облицовки займут от двух до четырех недель. Но многие считают экстренное выселение слишком радикальным шагом. Жители 85 квартир отказались покидать свои дома. Мы все в замешательстве, я, например, не собираюсь уходить и буду ночевать дома. Я думаю, что власти слишком монстро отреагировали на ситуацию. Нет никакой спешки и прямой угрозы. Впрочем, уйти все-таки придется, говорят власти. Возможно, надо будет вызывать полицию и силой выдворять упрямцев. Тем более, что на время ремонтов отключат и газ, и электричество. По всей Англии сейчас идут срочные проверки многоэтажек. И уже оказалось, что как минимум в 27 домах использовали не огнеупорные, а более дешевые панели для облицовки. Впрочем, в тех зданиях, где нет дополнительных проблем с проводкой, изоляцией, обойдутся без отселения людей. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Чем британский джентльмен отличился на скачках в Аскоте? Зачем в Германии выпустили купюру в ноль евро? И зачем британские подростки надели в школу юбки вместо брюка? Об этом не только Битва за шорты выиграна. Британским школьникам официально разрешили носить в жару более легкую одежду, а именно шорты вместо брюк. Раньше правила одной из школ это запрещали. И в знак протеста мальчики пришли на занятия в юбках. Не стесняясь выглядеть нелепо, они строго следовали дресс-коду, после чего администрации пришлось пойти на уступки и разрешить ребятам оголить ноги. Ноль евро за 2,50. В Германии выгодно продают сувенирные купюры номиналом в ЗИРО. Их напечатали для туристов в одной из федеральных земель с разрешения Европейского Центробанка. Всего 5,000 банкнот. Первые счастливчики уже купили деньги, за которые, собственно, ничего и не купишь. Кота промоушен от японского пенсионера. Масахико Суга всюду возит за собой десяток персидских котов. С питомцами он проехал тысячу километров во время остановок, рассказывая, какие это прекрасные создания. Все ради того, чтобы люди не усыпляли животных. В Японии за год смертельным инъекциям подверглись 67 тысяч котов. Таким образом, страну хотят очистить от бездомных животных до Олимпиады 2020. Аристократия во всей красе. На королевских скачках в английском Аскоте подрались подвыпившие мужчины. Все из-за чужого стула, на который случайно сел 47-летний Дэвид Ивс. Он сорвал с себя рубашку и стал толкать всех вокруг, повалив на пол даже элегантную даму в шляпе. Пока его спутница сама не вытолкнала Деборшира подальше от беды. Танцуй, как будто никто не видит. Так поступает и эта горилла из американского зоопарка. Во время водных процедур 15-летняя Зола стала кружиться, приседать и исполнять что-то похожее на брейк-данс. При этом отбивая ритм всеми четырьмя конечностями и разбрызгивая воду вокруг. Танец примата покорил интернет и теперь в Далласском зоопарке нет отбоя от посетителей. Мода в помощь в медицине. Дизайнер Натали, которая страдает от диабета, придумала одежду для тех, кому нужны постоянные инъекции. Молнии и вырезы, гармашки и декоративные дырки позволяют сделать укол в любой момент и в любом, даже публичном месте, а не прятаться и снимать одежду по нескольку раз в день. В Украине продолжается конкурс социальных проектов. В благотворительном фонде Помогатор отмечает, что это соревнование для тех, кто хочет и знает, как помочь в решении ежедневных проблем. Победитель получит 2,5 миллиона гривен на реализацию своей социальной инициативы. Звонки, я напомню, принимаются до середины августа. Бюджет проектов не должен превышать 2,5 миллиона гривен. Также мы хотим реализовывать те проекты, которые будут достаточно прозрачными и ясными. И на момент даже уже подачи мы сможем понимать, что результат реализации проекта достаточно измерим. Более сотни раритетных автомобилей со всей страны съехались в Александрию Кировоградской области. Чем хвастались автолюбители и какая из ретро-машин привлекла максимум внимания публики? Узнаем от Елены Брынзы. Более сотни уникальных экземпляров сегодня съехались на выставку ретро-слет в Александрию. В центре внимания автолюбителей вот эта французская ласточка Фиат Симка 36-го года выпуска. Все родное. Осталось только генератор и прокладку под голову. Все родное. Все оригинал. Николай Урсуленко уже со счета сбился, сколько автолегенд он реанимировал. Это руки реставратора. Такими руками делаются такие автомобили, которые приятно на них смотреть, приятно ездить на них. Александр Фролов всю жизнь проработал водителем, а выйдя на пенсию увлекся реставрацией. Сейчас его коллекции более трех десятков мотоциклов. Вот этот был выпущен для людей с инвалидностью в 1924 году. Здесь руль сделан вот таким вот образом. Вы садитесь, чтобы удобно было, опускаете и управляете коробкой передач здесь как в машине включается руками. Похвастаться ретро-шедебром и приехали и музейщики из Запорожья. Говорят, труднее всего было доставить экспонаты в Александрию. Дорог нет. Я бы хотел предложить нашим нынешним властьимущим проехать на их лексусах, гелендвагенах хотя бы от Александрии до пяти хаток. Эту ретро-выставку в Александрии организовал киевский журналист. В прошлом году просто собрал здесь местных автореставраторов. А сейчас горизонты решил расширить и позвал в Александрию всю Украину. Я сам родом с Александрией. Это моё родное место. Почему ретро? Когда Украина живёт не очень хорошо, люди начинают ностальговать за минулым. Это природное. Я сам таким. Поэтому тема ретро в Украине сейчас просто набывает бум, я бы сказал. На выставке можно было не только постоять рядом с раритетами, но и сесть за руль и даже их завести. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности телеканал Интер, Кировоградская область. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин